Вот связисты. Связисты. С этой профессией Николай Смирнов прошел почти полвека, но сначала была война. Он единственный из своей роты, кто вернулся домой. За плечами четыре боевых ранения и серьезные перспективы на военном поприще. Будет лейтенант, потом военная профессия. Я говорю, я не хочу военным быть, я хочу после войны учиться на художника. Но день Великой Победы застал в Ярославле, будучи надсмотрщиком на телеграфе. Ветеран уверяет, к этому делу тянуло всю жизнь. В детстве любил чем-то заниматься. А занимался, я не знаю, чем я занимался. Вот что-нибудь построил, даже фотоаппарат делал. Потом старший брат принес какую-то брошюру, детекторный приемник. Вот, где сделал, где-то это не приемник делал, собирал проволоку, все. Вместе с фронтовыми письмами целая папка с рабочими документами. Все они в свое время дошли до Министерства связи СССР. Складывал успешные и неуспешные свои рационализаторские предложения. Их успешных у него порядка 50. Внучка Маргарита тоже имеет свою награду. Она мастер связи. Пошла по стопам деда и 20 лет своей жизни отдала этой профессии. Это непосредственно сам телеграф. Это стойка коммутации каналов. Да, в общем, если сокращенно, то это сам телеграф. Он действительно действующий. Правда, тех времен, еще когда работал мой дедушка. Здесь мы находимся в самом сердце телеграфа, как говорится. То, что телеграф занимал целых два этажа здания, умещается в одной этой стойке. Это называется электронный телеграф. Здесь находятся все базы данных. Все проходят телеграммы абсолютно. Маргарита не скрывает своей династии гордиться. О своем профессиональном выборе ни разу не пожалела. Дедушка у меня проработал на телеграфе 45 лет своей жизни. 37 лет маминого стажа и мой трудовой стаж 20 лет сложить, то мы уже справили 100-летний юбилей, два года назад еще. Сын Маргариты в той же обойме изучает радиофизику в Демидовском университете. И это новый виток династии связистов. Александра Панкратова, Сергей Мазилов. Тем событиях. Субтитры создавал DimaTorzok